привет всем любителям электро насосов сегодня у нас на обзоре оказался новая моделька но сначала о том какие насосы у меня уже были и на какие насосы я сделал обзор который вы тоже можете найти на канале набрав название во первых это обзор на шауми и именно такое произношение этой марки позволило мне набрать целую кучу комментариев под оригинальным обзором на этот насос и конечно же целую кучу просмотров поэтому буду продолжать называть этот бренд щеллюми просто напишите в комментариях как правильно как можно больше поправлять меня именно это в принципе продвигает мои видео нет на шутки в сторону это первый мой электронасос и в принципе первый опыт с устройством такого типа в принципе и позитивный опыт в общем-то и целом разницу его относительно 2 насоса который я получил от сайк плюс это моделька а2 я указал рассказал обо всем в соответствующем видео о сайк плюс а2 и здесь были определенные плюсы по сравнению с шауми или сяоми но кстати и то и другое верно на самом деле в разных частях китая произносит то так то ли иначе поэтому спорить в принципе без толку и писать комментарии ну пожалуйста если вы хотите продвинуть мои видео так сайк плюс а2 он имел кучу всяких полезных функций и совершенно новых которые не не были такими полезными но просто имелись а именно это держатель под велосипедный флягодержатель то есть примерно похожий на флягодержатель но специально для этого насоса для тех кто вот решил вместо воды возить с собой насос ну такая себе идея если честно весит данный насос тоже очень много и в принципе его удобство должно на мой взгляд ограничивается использованием дома кроме всего прочего у этой модельки аккумулятор был не настолько объемным чтобы использовать его вторую функцию а именно использование в качестве battery pack и там действительно есть его использовал этот насос в качестве battery pack это не хватило бы на всякий случай для телефона чтобы сделать экстренный звонок или для вело компьютера которого аккумулятор уже подсел такое еще у него имелся у него имел значительное отличие от шауми а именно посмотрите у него более-менее классические классическая головка и она фактически очень круто работает и но мне она удобнее гораздо чем от шауми поэтому его я в актуальное время использую только для накачивания покрышек когда у сайт плюс батарея заканчивается я забываю зарядить а так я всегда использую сайт плюс вот эта штука накручивается и она когда вы ее выкручиваете не выворачивает вместе с собой нутрия ниппеля это конечно очень даже позитивная штука потом после того как то вы завернули просто эту головку нанизывайте и закрываете ее как это обычно бывает и все она железно сидит она сама железная тоже и она выдерживает давление и да вот эта вся трубочка она может стать довольно таки горячий или даже очень горячий но здесь нужно накачать не знаю сколько колес подряд чтобы она действительно стала очень горячий однако давайте все и вот эти особенно в тему лежащие здесь аэропорции уберем и посмотрим на а7 насос у него есть много плюсов но и минусов посмотрите вот чисто по упаковке от а2 упаковка больше а почему потому что и функционалу тоже больше вот эти два пункта не проиллюстрированные на упаковке а7 как всегда кстати упаковочка очень круто сделано и аэропорции показаны собственно были к тому что сайт плюс вот так вот тоже очень круто упаковывает и вот интересная надпись фирмы пух и импорт и экспорт гмбх но это немецкий немецкий адрес даже здесь есть по крайней мере для германии однако давайте посмотрим на сам насос так вот лицо вот такой он распаковывается так посмотрим здесь тонкие крутая книжечка очень длинная и посмотрим на сам насос так он по весу донтики мощный я бы сказал что он тяжелее здесь и аккумулятор больше тоже 2860 по моему миллиампер час посмотрим что еще к нему дается упаковка пластмассовая ok здесь на картон к сожалению перешли здесь различные адаптеры которые я использую фактически для накачивания футбольного мяча например игла есть да я использую совсем недавно про футбол тоже видео есть на канале но у нас появляется юсб тайп си кабелек и это конечно очень даже здорово это современно у у кого современный или относительно современный ну что значит блин даже пом пять лет тому назад уже практически у всех android смартфонов были юсб тайп си и у кого вот такое конечно будет легче организовать все эти кабельки возможно вот этот кабель вообще никогда не будете использовать потому что у вас уже имеется дома целый куча этих кабелей по размеру трубки посмотрите в два раза буквально длиннее чем у а2 это тоже плюс потому что у а2 но нужно было очень близко к колесу весь этот насос держать здесь будет побольше расстояние да и собственно посмотрим на удобство вот такого вида крепления здесь больше нет вот этой головки захлестывающей к сожалению но может они настолько улучшили что в конечном итоге все лучше чем у шаоми посмотрим потому что ушел мне я пару раз вот эти нутря не пили все-таки выкручивал чисто по ощущениям очень качественно сделано очень качественно тогда как вот это а2 версия несмотря на то что работает и у меня нареканий лично нет то есть ничего здесь не сломалось за год наверное интенсивного использования ну чуть меньше конечно года но все равно здесь чисто вот по ощущению это чуть похуже продукт посмотрите вот здесь стрясется вот эта защита здесь уже более солидный кабель так но к самому насосу да выглядит он очень круто здесь вот закручивается здесь же я вижу что лампочка есть этот насос сразу видно больше для дома и без желания быть всем и вся и супер универсальным хотя универсально здесь не требуется вот у а2 было как я уже говорил возможность прикрепить к велосипеду непонятно зачем непонятно кто это бы вообще будет делать такой тяжелый насос собой возить вот поэтому у них было здесь вот место чтобы вот это все уместить такого нет в а7 но это и не нужно потому что такой насос еще раз я бы не стал возить еда очень стильно на самом деле написано посмотрите это не нашлепка какая-то а вот действительно углубление то есть здесь немножко инвестировали на другой стороне у нас один порт и это юсб тайп си посмотрим экранчик получше качество определенно посмотрите на час я их всех вместе положу так здесь a7 гораздо лучше по качеству чем a2 экранчик и на уровне с шауми но еще контрастнее то есть определенно имеется так послушайте а и у сайк плюс можно по половине psi прибавлять тогда как шауми только по целому psi не знаю для кого это важно но самое главное иметь возможность так тест тест фонариков шауми это очень жиденько вообще работает да работает и от сайк плюс здесь определенно мощный мощнее гораздо так дальше у нас есть разные модусы а именно для велосипеда вот не знаю кто 45 ps ай накачивает обычно побольше на шоссеники по крайней мере потом для мопеда для машины и для баскетбольного мяча 8 ps ай вот как мне вот здесь вот сменить в бары а вот дольше пожать и уже бар появляется также указание батарейки заряда присутствует вот в этом углу принципе впечатление гаджет оставляет наилучшее то есть реально это то что я бы мог себе пожелать на новый год наверное но здесь будет решающим вот это крепление давайте попробуем первый тест на надевание здесь полностью спущенная покрышка если что и посмотрим как это надевание происходило в прошлом c2 так полностью выкручивается ниппель соответственно и все можно дальше качать так все очень просто и самое главное не вытягивает эти нутря скажем так ниппеля здесь теперь в а7 нужно адаптер так его закрепляем хорошо потом вся вот эта часть у нас до сих пор крутится так и посмотрим с главное найти резьбу начала резьбы так все взялось закрутим посильнее ну все она уже хорошо закручена попробуем выкрутить так но в этом тесте конечно сложно сказать что здесь действительно лучше или нет чем у шаоми но по крайней мере вот этот ниппель закрученные вручную он не выкрутился вместе со всем вот этим еще раз вроде все очень мощно давайте посмотрим насколько a7 быстрее чем a2 а мы знаем что a2 из теста вот этого отдельного a2 быстрее чем шаоми посмотрим насколько он быстрее или не быстрее тест будем проводить до 100 ps и ровно так здесь 100 указано здесь видно наверное нет так вот он 100 ps и это же послушаем громкость собственно вот это мой палец микрофон у меня петличка услышали поехали так насос справился за одну минуту 48 секунд с нуля до ровно 100 ps и так так все спущено теперь попробуем a7 все-таки выглядят эти цифры реально круче чем у c2 стереть и поехали еще раз звук окей результат теста на лицо буквально одна секунда разницы или две секунды то есть разница незначима но этот насос гораздо громче выкручиваем выкручивается принципе без проблем то есть эти нутря не вырывает окей ребята давайте к выводу и собственно вначале нужно было сказать но никогда не поздно не спонсирован сайт плюс насосы получал всегда бесплатно никаких условий могу говорить все что угодно и говорю собственно и я скажу что я говорю по-русски фирма китайская не знаю принимать ли они вообще что я говорю но любом случае в этом плане нет пред взят однако хочу выразить открытую симпатию пока что по не мере фирме или бренду сайт плюс потому что то что они сейчас выпускает очень круто и надеюсь продукцию продолжу тестировать и в будущем особенно радует то что развивается во всех направлениях есть т1 станок есть т2 точнее появится в следующем году в начале и т2 будет по функционалу не отличаться от кикер пятого поколения разве что по цене конечно же очень приятно отличаться но вот и посмотрим у нас традиция у них постоянные скидки у нас они через amazon продаются гарантия год и как я понял она по принципу но у вас есть то есть не задают много вопросов просто меняет по крайней мере единожды за все время этой самой гарантии не то чтобы там что-то особенно часто могло ломаться но мы сейчас обсуждаем мне отдельно бренд если хотите отдельное видео а конкретный насос не что я думаю по а7 это вот как не знаю эволюция наверное а2 реально какой-то повзрослевший насос с небольшими ограничениями относительно а2 во первых то что он выглядит гораздо круче чисто как подарок это не отнять данного гаджета он реально выглядит очень круто дисплейчик тоже очень качественный и видно что там написано фактически в а2 еще такая ситуация была когда фактически вот все закручено все на колесе то экраном вниз показывает и нужно было вот так вот посмотреть короче не совсем оптимально здесь решено и экранчик здесь не самый лучший кассе но все это работает я пользуюсь буду пользоваться дальше в основной функции насоса именно накачивание колеса а7 не особенно преуспел мы видели всего лишь две секунды разницы и он громче стал это то что было бы определенным минусом для кого-то но я обычно насос вставляем в колесо он накачивает я одеваюсь в это время в другой комнате то есть подальше и в основном я не катаюсь ночью чтобы ночью не накачивать и да все это очень громко было бы в квартире потом относительно крепления оно после использования шауми для меня сразу показалось сомнительным но в итоге после нескольких практических использований могу сказать что она работает не знаю возможно лучше действительно чем шам и возможно мне повезло с самым ниппелем то что он не разу за вот шесть или десять раз может откручивание не вывернулся наверно все таки работает потом плюс или минус это отсутствие функции петрибека опять-таки батарейка тоже больше у вас 7 и это позволит гораздо дольше накачивать без того чтобы подзаряжать на функция бетрибека как я уже говорил в основном ревью вот этого а2 она не нужна потому что я бы не рекомендовал этот насос возить с собой но возможно для единицы функция нужна кроме всего прочего крепление к велосипеду тоже блин куда имеется функция имеется она будет нужна наверное единицы такой функции у а7 нет кроме всего прочего есть тайп си юсб это конечно здорово любую сторону можно так как обычно заряжается прочее и главный вопрос заряжает ли он зарядки ребят я не знаю то есть я попробовал воткнув юсб в зарядку зажегся красный лет здесь снизу то есть он заряжается я нажал на кнопку качай и он качал заряжается ли он фактически во время процесса накачивания большой вопрос его понятно что без особой техники невозможно как-то измерить либо нужно не знаю качать или оставить этот юнит работать и если он будет проработать час скажем то значит наверное во время этого еще и заряжаться такого теста у меня к сожалению не будет но заряжать наверное все таки нужно или если у вас довольно таки длинный кабель дома под юсб тайп си то можно его конечно перманентно оставить заткнутым в розетку и в каком-то месте где вы будете постоянно накачивать держать окей это вот по функционалу теперь по весу давайте посмотрим ноль сколько весит целиком это все 363 вес в принципе тоже не важно потому что блин это все нужно будет не мобильный использовать так его здесь шланг слишком я его откручу и отдельно положу чуть потяжелее опять таки аккумулятор тоже здесь больше и за счет этого тоже весь вес увеличился то есть где-то 50 грамм больше мой вывод если вы рассматриваете электронасос качестве либо подарка либо использование то я могу эти устройства крайне советовать потому что сам использую реально регулярно потому что использую латексные камеры которые спускают гораздо больше чем обычный пути и если у вас несколько велосипедов если вы катаетесь шиной там вообще не живете и там несколько у друзей тоже есть велосипеды то вот этим насосом можно качать не знаю вплоть до четырех велосипедов то есть это 8 колес с 0 до 100 psi если нужно будет с одного заряда уверен в этом окей это было все на сегодня дай мне знать что ты думаешь по поводу электронасосов в принципе и по поводу вот этот сайт плюс и да зацени их страничку конечно я не знаю алиэкспресс продаются они или нет вроде когда но у них есть официальная страница там есть велокомпьютеры возможно будет тест будущем и конечно же станки которые сейчас тоже очень актуальны но я бы подождал т2 версии все-таки она уже должна быть либо в конце зимы его весной давайте